Борис Житков, русский советский писатель, педагог, путешественник и исследователь, автор популярных приключенческих рассказов и повести, произведений о животных. В каждом из нас живет ребенок с его детской наивностью и любовью к путешествиям. Только одни, подрастая, забывают о своей детской мечте, а другие продолжают упорно следовать к своей цели. Для некоторых путешествия – это покорение неизвестных стран, новые знакомства и впечатления. А для других – достаточно хорошей книги о путешествиях, чтобы удовлетворить свое любопытство. Книги писателя Бориса Житкова лучше всех описывают многообразие жизни животных, взрослых и детей. Его герои на собственном примере учат различать добро и зло и сделать правильный выбор в жизнь. Рассказы писателя написаны на доступном языке, поэтому понятны даже маленьким детям, только-только начинающим познавать, что такое красота родной речи, честность, труд и любовь к природе. Исокогорская детская библиотека, номер 13, предлагает вашему вниманию рассказ Житкова про слона. Мы подходили на пароходе к Индии. Утром должны были прийти. Я сменился с вахты, устал и никак не мог заснуть. Все думал, как там будет? Вот как если бы мне в детстве целый ящик игрушек принесли, и только завтра можно его раскупорить. Все думал, вот утром сразу открою глаза, и индусы черные заходят вокруг, забормочут непонятно, не то что на картинке. Бананы прямо на кусте. Город новый, все зашевелится, заиграет. И слоны. Главное, слонов мне хотелось посмотреть. Все не верилось, что они там не так, как в зоологическом, а запросто ходят. Возят по улице. Вдруг такая громада прет. Заснуть не мог. Прямо ноги от нетерпения чесались. Ведь это, знаете, когда сушей едешь, совсем не то. Видишь, как все постепенно меняется. А тут две недели океан, вода и вода. И сразу новая страна. Как занавес в театре подняли. Наутро затопали по палубе, загудели. Я бросился к иллюминатору, окну. Готово. Город белый на берегу стоит. Порт, суда. Около борта шлюпки. В них черные люди в белых челмах. Зубами блестят, кричат что-то. Солнце светит со всей силы. Жжет, кажется, светом давит. Тут я как с ума сошел. Задохнулся прямо. Как будто я не я. И все это сказка. Есть ничего с утра не хотел. Товарищи дорогие. Я за вас по две вахты в море стоять буду. На берег отпустите скорее. Выскочили вдвоем на берег. В порту, в городе. Все бурлит, кипит. Народ толчется. А мы, как оголтелы, и не знаем, что смотреть. И не идем. А будто нас что несет. Да и после моря по берегу всегда странно ходить. Смотрим. Трамвай. Сели в трамвай. Сами толком не знаем, зачем едем. Лишь бы дальше. Очумело прямо. Трамвай нас мчит. Мы глазеем по сторонам. И не заметили, как выехали на окраину. Дальше не идет. Вылезли. Дорога. Пошли по дороге. Придем куда-нибудь. Тут мы немного успокоились и заметили, что здорово жарко. Солнце над самой маковкой стоит. День от тебя не ложится, а вся тень под тобой. Идешь и тень свою топчешь. Порядочно уже прошли. Уж людей не стало встречаться. Смотрим. Навстречу слон. С ним четверо ребят. Бегут рядом по дороге. Я прямо глазам не поверю. В городе ни одного не видали. А тут запросто идет по дороге. Мне казалось, что из зоологического вырвался. Слон нас увидел и остановился. Нам жутковато стало. Больших при нем никого нет. Ребята одни. А кто его знает, что у него на уме? Мотанет расхоботом и готово. А слон, наверное, про нас так думал. Идут какие-то необыкновенные, неизвестные. Кто их знает? И встал. Сейчас хобот загнул крючком. Мальчишка, старший, встал на круг, на этот, как на подножку. Рукой за хобот придерживается. И слон его осторожно отправил себе на голову. Тот там уселся между ушами, как на столе. Потом слон тем же порядком отправил еще двоих сразу. А четвертый был маленький, лет трех, должно быть. На нем только рубашонка была коротенькая, вроде лифчика. Слон ему подставил хобот. Иди, мол, садись. А он в укрытасы разные делает, хохочет, убегает. Старший кричит ему сверху. А он скачет и дразнит. Не возьмешь, мол. Слон не стал ждать. Опустил хобот и пошел. Сделал вид, что он на его фокусы. И смотреть не хочет. Идет, хобот мерно покачивает, а мальчишка вьется около ног, кривляется. И как раз, когда он ничего не ждал, слон вдруг хоботом цап, да так ловко поймал его за рубашонку сзади и поднимает вверх. Осторожно. Тот руками, ногами, как жучок. Нет уж никаких в тебе. Поднял его слон осторожно, опустил себе на голову. А там ребята его приняли. Он там на слоне все еще воевать пробовал. Мы поравнялись, идем стороной дороги. А слон с другого бока. И на нас внимательно и осторожно глядит. А ребята тоже на нас пялятся и шепчут меж собой. Сидят, как на дому, на крыше. Вот, думаю, здорово. Им нечего там бояться. Если б и тигр попался навстречу. Слон тигра поймает, схватит хоботищем поперек живота. Сдавит, шевырнет выше дерева. И если на клыки не подцепит, все равно будет ногами топтать, пока в лепешку не растопчет. А тут мальчишку взял, как козявку, двумя пальчиками. Осторожно и бережно. Слон прошел мимо нас. Смотрим, сворачивает с дороги и попер в кусты. Кусты плотные, колючие, стеной растут. А он через них, как через бурьян, только ветки похрустывают. Перелез и пошел к лесу. Остановился около дерева, взял хоботом ветку и пригнул ребятам. Те сейчас же повскакивали на ноги. Схватились за ветку и что-то с нее обирают. А маленький подскакивает. Старается тоже себе ухватить. Возится, будто он не на слоне, а на земле стоит. Слон пустил ветку и другую пригнул. Опять та же история. Тут уж маленький совсем видно в роль вошел. Совсем залез на эту ветку, чтобы ему тоже досталось. И работает. Все кончили, слон пустил ветку. А маленький-то смотрим, так и полетел с веткой. Ну, думаем, пропал. Полетел теперь, как пуля, в лес. Бросились мы туда. Да нет, куда там. Не пролезть через кусты. Колючие и густые. Путанные. Смотрим. Слон в листьях хоботом шарит. Нащупал этого маленького. Он там, видно, обезьяной уцепился. Достал его и посадил на место. Потом слон вышел на дорогу. Впереди нас. И пошел обратно. Мы за ним. Он идет и по временам оглядывается. На нас косится. Чего мы сзади идут какие-то. Так мы за слоном пришли к дому. Вокруг плетень. Слон отворил хоботом калиточку и осторожно просунулся в отбор. Там ребят спустил на землю. Во дворе индуска на него начала кричать чего-то. Нас она сразу не заметила. А мы стоим через плетень смотрим. Индуска орет на слона. Слон нехотя повернулся и пошел к колодцу. У колодца врыты два столба. И между ними вьюшка. На ней веревка намотана. И ручка сбоку. Смотрим. Слон взялся хоботом за ручку и стал вертеть. Вертит как будто пустую. Вытащил целое бадьятом на веревке. Ведер десять. Слон уперся корнем хобота в ручку, чтобы не вертелось. Изогнул хобот, подцепил бадью и как кружку с водой поставил на борт колодца. Индуска набрала воды. Ребят тоже заставил отыскать. Она как раз стирала. Слон опять бадью спустил и полную выкрутил наверх. Хозяйка его опять начала ругать. Слон пустил бадью в колодец, тряхнул ушами и пошел прочь. Не стал воду больше доставать. Пошел под навес. А там в углу двора на хлипких столбиках навес был устроен. Только-только слону под него подлезть. Сверху камышу накидано и каких-то листьев длинных. Тут как раз индус, сам хозяин. Увидал нас. Мы говорим. Слона пришли смотреть. Хозяин немного знал по-английски. Спросил, кто мы. Все на мою русскую фуражку показывай. Я говорю, русские. Но он обрадовался, засмеялся. Сразу другой стал, позвал к себе. Я спрашиваю. Чего это слон не выходит? А это он, говорит, обиделся. И значит, не зря. Теперь ни почем работать не станет, пока не успокоится. Смотрим, слон вышел из-под навеса в калитку и прочь за двора. Думаем, теперь совсем уйдет. А индус смеется. Слон пошел к дереву, оперся боком и ну тереться. Дерево здоровое, прямо все ходуном ходит. Это он чешется. Так вот, как свинья об забор. Почесался, набрал пылью в хобот. И туда, где чесал пылью, землей как бы дунет. Раз и еще, и еще. Это он прочищает, чтобы не заводилось ничего в складках. Вся кожа у него твердая, как подошва. А в складках потоньше. А в южных странах, всяких насекомых, кусачих масса. Ведь смотрите какой. А столбики в сарае не чешутся, чтоб не развалить. Осторожно даже пробирается туда. А чесат заходит к дереву. Я говорю индусу, какой он у тебя умный. А он хохочет. Ну, говорит, если б я полтора-ста лет прожил, не тому б еще научился. А он показывает на слона. Моего деда еще нянчил. Я глянул на слона. Мне показалось, что не индус тут хозяин, а слон. Слон тут самый главный. Я говорю, старый он у тебя? Нет, говорит, ему полтора-ста лет. Он в самой паре. Он у меня слоненок есть. Его сын. Двадцать лет ему. Совсем ребенок. К сорока годам только в силу входить начнет. Вот погодите, придет слониха. Увидите. Он маленький. Пришла слониха и с ней слоненок. Слушать величиной, без клыков. Он за матерью, как же ребенок, шел. Ребята индусы выбросили матери помогать. Стали прыгать, куда-то собираться. Слон тоже пошел. Слониха и слоненок с ними. Индус объясняет, что на речку. Мы тоже с ребятами. Они нас не течились. Все пробовали говорить. Они по-своему, а мы по-русски. И хохотали всю дорогу. Маленький больше всех к нам приставал. Все мою фуражку надевал и что-то кричал смешное. Может быть, про нас. Воздух в лесу пахучий, пряный, густой. Шли лесом. Пришли к реке. Не река, а поток. Быстрый, так и мчит. Так берег и гложет. К воде обрывчик воршин. Слоны вошли в воду. Взяли с собой слоненка. Поставили, где ему по грудь вода. И стали его вдвоем мыть. Наберутся дна песку с водой в хобот. И как из кишки его поливают. Здорово так. Только брызги летят. Ребята боятся в воду залезть. Больно уж быстрое течение. Он несет. Скачет на берегу. И давай в слона камешками кидать. Ему нипочем. Он даже внимания не обращает. Все своего слоненка моет. Потом смотрю. Набрал в хобот воды. И вдруг как повернет на мальчишек. И одному прямо в пузо. Как дунет струей. Тот так и сел. Хохочет. Заливается. Слон опять своего мыть. А ребята еще пуще камешками его донимать. Слон только ушами трясет. Не приставайте ему. Видите, некогда баловаться. И как раз, когда мальчишки не ждали, думали, он водой на слоненка дунет, он сразу хобот повернул, да в них. Те рады кувыркаются. Слон вышел на берег. Слоненок ему хобот протянул, как руку. Слон заплел свой хобот об его и помог ему на обрывчик вылезти. Пошли все домой. Трое слонов и четверо ребят. На другой день я уже расспросил, где можно слонов поглядеть на работе. На опушке леса, у речки, нагорожен целый город тесаных бревен. Штабеля стоят в каждую вышиной с избу. Тут же стоял один слон. И сразу видно было, что он уже совсем старик. Кожа на нем совсем обвисла. Из-за скурузла. И хобот, как тряпка, болтается. Уши обгрызанные какие-то. Смотрю, из лесу идет другой слон. В хоботе качается бревно. Громадный брус обтесан. Пудов должно быть на сто. Носильщик грузно переваливается, подходит к старому слону. Старый подхватывает бревно с одного конца, а носильщик опускает бревно и перебирается хоботом в другой конец. Я смотрю, что же это они будут делать. А слоны вместе, как по команде, подняли бревно на хоботах вверх и аккуратно положили на штабе. Да так ровно и правильно, как плотник на постройке. И ни одного человека около них. Я потом узнал, что этот старый слон и есть главный артельщик. Он уже состарился на этой работе. Носильщик ушел не спеша в лес. А старик повесил хобот, повернулся задом к штабелю и стал смотреть на реку. Как будто хотел сказать, надоело мне это и не глядел бы. А из лесу идет уже третий слон с бревном. Мы туда, откуда выходили слоны. Прямо стыдно рассказывать, что мы тут увидели. Слоны с лесных разработок таскали эти бревна к речке. В одном месте у дороги два дерева по бокам. Да так, что слону с бревном не пройти. Слон дойдет до этого места, опустит бревно на землю, повернет бревно вдоль дороги, присядет на передние колена, подвернет хобот и самым носом, самым корнем хобота толкает бревно вперед. Земля, каменьи летят, трет и пашет бревно землю, а слон ползет и пихает. Видно, как трудно ему на коленках ползти. Потом встанет, отдышится и не сразу за бревно берется. Опять повернет его поперед дороги, опять на коленки. Положит хобот на землю и коленками накатывает бревно на хобот. Как хобот не раздавит. Гляди, снова уже встал и несет. Качается, как грузный маятник бревнище на хоботе. Их было восемь. Всех слонов-носильщиков. И каждому приходилось пихать бревно носом. Люди не хотели спиливать те два дерева, что стояли на дороге. Нам неприятно стало смотреть, как тужицы старику штабили. И жаль было слонов, что ползали на коленках. Мы недолго постояли и ушли. Субтитры сделал DimaTorzok